На этой неделе Америка, видимо, выйдет из Парижского соглашения. Президент Франции и президент Китая при этом говорят о необратимости Парижского соглашения. Россия, в свою очередь, заявила о том, что она хочет войти в Парижское соглашение и поддержит вот эти вот общемировые усилия минус Америка по попыткам как-то сохранить планету, сохранить климат и так далее. Я хочу твои комментарии на этот счет услышать. На самом деле, то, что Америка выходит из Парижского соглашения, это трагедия, это беда. То, что путинская Россия пытается как-то изобразить, что они поддерживают климат, и то, что они поддерживают климатические соглашения парижские, на мой взгляд, это страшная лицемерие. Почему? Я объясню. Дело в том, что в соответствии с мнением официальных российских климатологов изменения климата в России идет в два раза быстрее, чем по планете. Мы могли это наблюдать этим летом, когда у нас горели леса, и в Госдуме у нас заявляли, что нецелесообразно тушить леса. Это экономически нецелесообразно. То есть отношение власти к изменению климата по-настоящему мы видим. Более того, несколько недель назад Владимир Владимирович заявляет, что собирается увеличивать количество угледобычи. То есть у нас будет добываться еще больше угля. Я напоминаю, что уголь климатически просто ужасен. И это просто катастрофа. Сейчас у нас уже 25% угольной генерации по стране. Это очень много. В результате мы имеем эффект черного неба. Например, в Красноярске, где до сих пор работают угольные ТЭЦ, без соответствующего современного оборудования, которое бы фильтровало воздух. В результате люди просто задыхаются от этой угольной пыли в городе. А это катастрофа не только для климата, но и для здоровья людей. Одновременно с этим у нас происходит интересный процесс, потому что у нас строится трубопровод Nord Stream 2. Строится катастрофически. Потому что для его строительства, во-первых, компания Nord Stream 2 AG вместе с Газпромом и правительством Российской Федерации поменяла законы Российской Федерации в сторону ухудшения. Потому что трубопровод решили тянуть по уникальной природной территории, к ургольскому заказнику. Это было нельзя делать по законам. Это российская территория, правда? Российская территория, это Кингисепский район. И там решили просто поменять законы, которые мешали уничтожать заказник и тянут этот трубопровод. То есть это экологически, конечно, чудовищно. Причем тут мы имеем двойные стандарты, потому что по немецкой территории, где намного менее ценная с экологической точки зрения территория, там нашли возможность микротуннели тянуть этот трубопровод Nord Stream 2. А вот по нашей территории, по российской, можно расфигачить прекрасный национальный парк. Если говорить про климат, то что получается? Получается, что мы трубопровод тянем, второй уже Nord Stream 2, по дну Балтийского моря. Но я не буду сейчас политический аспект трогать. Это катастрофа, конечно. Но что важно? Важно, что мы отдаем свой газ дешевый. За свой счет строим трубопровод, отдаем его Германии. А в этот момент у нас программы газификации внутри России снижаются. И мы используем уголь. Понимаете, да? Мы отдаем газ немцам. 30% населения у нас российского, оказывается, не газифицировано. Газ, конечно, тоже непрекрасен для климата. Но, по крайней мере, не так ужасен, как уголь. И это вот то, что мы имеем. При этом никаких реальных усилий со стороны путинских властей по решению, по настоящему решению климатических вопросов внутри России, так же, как и за рубежом, мы не видим. Потому что, если бы они действительно хотели решать проблему с климатом, то они бы просто прекратили строить Nord Stream 2. И отказались бы... А это решило бы проблему с климатом? Это бы улучшило ситуацию. Это как бы микропроект. Это бы улучшило ситуацию. Потому что то, что они сейчас по-настоящему должны были бы делать, это отказаться от угледобычи, сделать настоящий план перехода на возобновляемую энергетику. У нас, к сожалению, Путином подписан документ, в соответствии с которым переход на зеленую энергетику рассматривается как угроза национальной безопасности. Нельзя забывать, что путинский режим просто зиждется на вот том самом ископаемом топливе, уголь, газ, нефть, который они активно продают и на деньги, от которого, собственно говоря, существует этот режим. Ну вот надо сказать, что с переходом на зеленую энергетику и мы здесь в Америке затормозили, то есть это очевидно, и сейчас готовится законодательство об облегчении ограничений на угольное производство. И многие говорят о том, что Америка сейчас тоже далеко отброшена назад. У тебя были какие-то возможности поговорить здесь с активистами в стране и услышать их мнение? И что вообще, что люди планируют дальше? Потому что очевидно, что наши активисты, вот, значит, российские активисты, они ездят, говорят об этом. Что с американскими? С американскими я разговаривала в Сиэтле с чудесной совершенно организацией Climate Solutions. И это штат Вашингтон, и они там делают совершенно грандиозные вещи, то есть они пытаются весь штат перевести на зеленую возобновляемую энергетику. И сейчас это уже происходит, то есть они лоббируют законы, в соответствии с которыми, ну, например, нельзя будет строить дома, которые были бы подключены к газу. Это будут уже все дома, которые питаются от возобновляемых источников энергии и даже сами могут генерировать энергию. И вся система публичного транспорта, да, они планируют, что она будет вся работать на зеленой энергетике. То есть есть передовые штаты. Я не знаю, по всей Америке, конечно, у меня не было возможности проехаться, но, по крайней мере, вот этот авангард, да, я вижу. И, честно говоря, вот нам бы такие проблемы в России, потому что здесь, конечно, притормаживают, вот, но такого застоя, да, и такого лицемерия, как в России, здесь, конечно, нет. Жень, ну, а вот поскольку ты активизмом экологическим занимаешься уже очень давно, в отсутствие политической воли активисты и экологи могут чего-то добиться, такого вот большого, зримого? Боже мой, да еще как добиваются. Здесь, собственно говоря, я проехалась по американским университетам, Стэнфорду, Гарварду и университета Вашингтона в Сиэтле, Аксбургский университет посетила с лекциями. И, собственно говоря, моя задача была показать, что это миф о том, что невозможно ничего выиграть в путинской России. Это совершенно не так. На самом деле, очень даже победы возможны, и я подобрала целый ряд вот этих вот вдохновляющих побед и с удовольствием поделюсь ими. Вот одна из моих любимых побед, это победа вот этих вот чудесных 80-90-летних бабушек. Это так называемая победа сунских партизан в Карелии. Там власти местные решили вырубать вот этот сунской лес, и они решили добывать его ради добычи, ну, вырубать его ради добычи песка. А песок нужен на московских стройках, чтобы под программу реновации уничтожать пятиэтажные дома и строить там, собственно говоря, небоскребы. Так, в общем, бабушек-то не спросили, конечно, а что с ними считаться, им 80-90? А бабушки взяли, организовали прямо в лесу палаточный лагерь, жили там день и ночь, зиму и лето, при минус 30 градусах. Карельская зима, она такая неласковая, и они добились своего, они победили. И в Карелии, я напомню, что лицензию на вырубку дало само Министерство природных ресурсов, которое у нас, к сожалению, в России превратилось из Министерства природных ресурсов в Министерство продажи природных ресурсов. Но бабушки оказались сильнее, то есть они показали, что слабые они могут быть страшно сильные. Это не единственный пример. Ну, надо сказать, что пришла ты к нам хорошо подготовленная, что радует. Да, я старалась. И главное, с хорошими примерами. Да, и вот, пожалуйста, это свежайший пример. Это вот этим летом Екатеринбург активисты, они защищают свой сквер от застройки под фитнес, и под фитнес-центр, и под храм, которые решили организовать местные власти и православная церковь, которая, к сожалению, уже не церковь никакая, а просто филиал путинской власти. И активистов, честно говоря, возмутило, что в парке собираются строить, это не соответствует закону в Российской Федерации. Но это было очень резонансное, и, пожалуй, самое резонансное. И люди, несмотря на избиения, на аресты, они держались до последнего, и они победили, и это, на самом деле, очень вдохновляющая победа. Никто им не помогал, на самом деле. Все сами-сами. То есть это говорит о том, что победить очень даже можно, обратить на себя внимание. Но это не единственная победа, и у нас аналогичная победа была, например, парк Торфянка, 2016 год, где точно так же люди жили день и ночь в парке Торфянка, который хотела 6,5 гектар, которого хотели, опять же, под храм оттяпать православную церковь под свой, значит, культовый объект. И люди там окружили вот эту строительную технику, не давали строить. И несмотря на то, что полиция арестовала не только лидеров протеста, но и их детей несовершеннолетних, и даже их, инвалидов-родителей, несмотря на это, люди не сдались. И это была вдохновляющая очень для меня компания. Она была долгой. Это была непростая компания. Но они победили. И точно так же вот такую же победу в Петербурге одержали защитники парка Малиновка. Этот парк, товарищ Милонов, который мы все с вами знаем, не любим, ЛГБТ, который ненавидит очень активно, вот этот самый товарищ, патриот, так называемый в кавычках, он пытался пролоббировать закон, он же депутат, Милонов пытался пролоббировать закон, по которому стала бы возможна застройка парков. Так, в общем, ничего ему это не удалось, потому что люди собрали 27 тысяч подписей. Вот здесь ты видишь, здесь акция очень красивая, обними парк. Народ, опять же, несмотря на то, что никаких возможностей победить, вроде как не было, но тем не менее победили. И это важнейшая победа. Они даже добились победы в суде. Жень, ну просто для понимания, это вы агрегируете все на сайте Активатики, поскольку это теперь большой ваш проект, ты за всем за этим следишь, не из России. Это просто для тех, кто не знает. Я хочу сказать, что у нас на самом деле по нашему порталу работает очень много человек. Я на самом деле просто немножко об этом рассказываю, но на самом деле я далеко не единственный человек, который там работает. И мы, по сути, Активатика, это такое медиа для активистов, и это медиа для поддержки активистов. Это как Facebook для них, они могут там выложить свою информацию. И важно понимать, что у нас там десятки волонтеров, журналистов, которые по всей стране, они живут как раз в России, а я просто пользуюсь плодами их труда. И я просто это анализирую, и на основе вот этого анализа уже делаю какие-то выводы, делаю статьи, делаю курс лекций, вот с которыми я, собственно говоря, сейчас и выступала. То есть моя задача показать, что, во-первых, мы проживаем совершенно невероятный этап становления гражданского общества России. Еще 13 лет назад представить себе такого размаха гресс-рус-движений по нашей стране было бы невозможно. Вот если ты откроешь наш портал, ты увидишь карту России, и вот это вот сотни точек. Каждая из них, это тот или иной вид активности, гражданской активности, не только экологической. Это движение за свою частную собственность, это движение за права человека, это даже вот то, что называется там профсоюзные движения, которые тоже сейчас голову поднимают. Ребят, такого не было никогда. Чем ты это объясняешь? Ну, во-первых, это смена поколений, конечно же, потому что выросло непортое поколение, и вот сейчас самые там активные, да, школота, то, что называется, это, по сути, наши дети. То есть мое поколение, поколение Леши Навального, мы 71-76 года, выросли наши дети, которые очень политически активны, которых только в лобик целовали, и только вдохновляли, и, конечно же, не били, и не пугали, и они выросли совершенно другими. Они лучше нас, вот, ну, а мы немножко смелее наших родителей, которые были еще, как бы, заражены вот этим вот, бессилием советского человека. которые не верили в солидарность, которые боялись объединяться, которых власть просто отучила объединяться. Мы уже немножко другие, потому что мы видели слом эпох, мы видели, как быстро тот режим, который казался незыблемый, как он рушился на наших глазах, и мы поняли, что не надо верить всему, что говорят с экрана в телевизор, вот, и детей своих мы вырастили уже другими, и мне кажется, это, конечно, повлияло. Ну, плюс, что еще повлияло очень сильно на людей? Повлияло, как ни странно, изменение климата. То есть, когда у нас появилось больше всего волонтерских движений, 2010 год. 2010 год, это как раз год, когда у нас были лесные пожары, лесные пожары прямое следствие изменения климата, Москва задыхалась от дыма, и в тот же год наши умные власти своими идиотскими, значит, я не знаю, чем они там думают, они решили вырубать Химкинский лес. А к тому времени у нас все-таки уже было пять лет активной деятельности, и мы организовали лагерь защитников леса, и, собственно говоря, были в состоянии организовать вот этот большой митинг на пять тысяч человек, тогда это было, ну, казалось, еще намного, вот этот большой митинг в защиту Химкинского леса, после которого президент России был просто вынужден, это был тогда Медведев, приостановить проект, ну, где-то на год примерно, и это была большая победа, просто мы показали всей стране, что протестовать можно, нужно, и можно одерживать победы, пусть они были маленькие, там, не окончательные, но это было страшно важно. И в то же время по всей стране появляются волонтерские движения, которые начинают защищаться от лесных пожаров, помогать погорельцам, тушить эти лесные пожары, потому что власти, вот когда надо помогать, понимаешь, по-настоящему, российские, путинские власти, они лапки поднимают, и говорят, мы здесь ни при чем, экономически не целесообразно, давайте сами-сами. А с наводнениями вот что было в этом году? С наводнениями, ну, собственно говоря, опять же бросили там, ну, на произвол судьбы, и люди вынуждены самообъединяться, и, ну, благодаря волонтерам, ну, как-то решать этот вопрос, то есть на что рассчитывает сейчас россиянин? Он рассчитывает в основном на себя, на своих друзей, соседей, ну, то есть, по сути, он рассчитывает на network, да, на grassroots активистов, таких же, как он, и его власти вынуждают, вместе с изменением климата, потому что это такой вызов, с которым власти не справляются, и, по сути, вот эти обстоятельства, они вынуждают человека быть активистом, но плюс к этим обстоятельствам есть еще одно интересное обстоятельство, ведь наши власти обожают совершенно принимать идиотские решения, у нас сейчас, как бы, ну, после аннексии Крыма, после экономических санкций, люди, новая нефть, но это уже не новость, и выжимают деньги из людей, и придумывают всякие идиотские проекты, как сделать побольше денег на людях, и вот один из таких проектов идиотских, это был проект реновации в Москве, который, ну, собственно говоря, уничтожал нормальные дома, пятиэтажные, ради того, чтобы на их месте построить небоскребы, это, естественно, очень серьезно нарушало права людей, потому что никто не собирался спрашивать мнения домобладельцев, тех людей, которые покупали эти квартиры, платили за них кредиты, ипотеки, которые действительно вкладывались там в свою частную собственность, и те люди, которые вообще не собирались выходить на площади, и вообще не собирались каким-то образом там протестовать, они вынуждены были защищать свои права и выйти на все московские площади, они вынуждены были объединяться, и в ответ на идиотские решения власти, они вынуждены были объединяться в... И, кстати, они победили 30% этих домов, которые шли под уничтожение по программе реновации, они отстояли, и более того, добились того, что в законе появилась строчка о том, что невозможно будет снести дом без решения собственников жилья, чего не было до этого. Так что, извините, те, кто пытается как-то в нашей стране, даже без помощи какой-либо, даже те, кто пытается что-то сделать, они добиваются в результате. Сейчас мы начинаем говорить уже о протестах, об активизме, и с одной стороны, ну, я слышу позитивную такую оценку того, истории успеха, о которых ты говоришь, но в то же время, если переходить от экологического активизма, к которому мы еще вернемся, к активизму в широком смысле, я знаю, что в последние недели, месяцы твои мысли очень занимало это ростовское дело, и сейчас и в Америке ты участвовала в, ну, как бы это, флэш-мобы, можно так назвать, и в Гарварде, и в Стэнфорде. Вот эти вот, просто чтобы напомнить, да, эти ростовские ребята, мальчики ты их называешь. А я могу рассказать, да, ростовские мальчишки, значит, вот эти тинэнджеры два года назад, в 2017 году, вышли на площадь Ростова-на-Дону и провели там крошечный маленький пикет с маленьким баннером «Правительство в отставку». Ну, еще у них какие-то там были лозунги, но тоже они были, это были просто лозунги, они не насильственные совершенно. Они были арестованы, они полтора года провели в тюрьме в ожидании суда, в этот момент их пытали, то есть их избивало по четыре здоровых мужика следователя, на каждого мальчишки. Откуда данные? Ну, естественно, у них адвокат есть, естественно, это все передается на свободу. Слава богу, что у нас как бы уже все-таки не советская система, где вообще невозможно никакой информации получить. Слава богу, что это удалось все узнать. Значит, это были пытки, полтора года ожидания, причем они не одни сидели, там был с ними еще парень, который просто, что называется, мимо шел, его тоже загробастали, он тоже с ним полтора года сидел. И вот в октябре этого года они получают по шесть с половиной лет колонии строгого режима. Это невероятный срок, ребят, за пикет, который, извините, никакой насильственной под собой, подоплеки не имел. Естественно, ростовские активисты вместе с Эмности, они решили ответить. Почему? Потому что сейчас очень важно привлечь внимание максимальное к делу ростовских ребят. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, у нас есть большая довольно история успеха. Вот я лично участвовала в ряде акций правозащитных, которые потом приводили к успеху. Это акции были в поддержку Ильдара Дадина, политического заключенного, который против войны с Украиной выступал. Это были акции против того, что в тюрьме держали украинских политических заключенных, Надежду Савченко, Олега Сенцова-Кольченко. Их отпустили, в конце концов. Это были акции в поддержку Ивана Голунова, журналиста, которые тоже закончились полным успехом. И, конечно, акции в защиту по московскому делу артиста Устинова. И, собственно говоря, вот эти все акции показали, что привлечение внимания максимально широкое способствует тому, что система разжимает зубы. Поэтому мы провели флешмобы. Вот здесь у меня, мы вместе с Макфолом и со следователями Стэнфордского университета вместе стоим. Вот с этим вот плакатом. Вот. Свободу Яну Сидорову и Владу Мордасову. И такие пикеты, они происходили по всей планете. И мы привлекаем максимально широкое внимание к делу ростовских мальчишек. Женя, вот интересно, что буквально сейчас мы с тобой здесь разговариваем, а у администрации и президента России проходят пикеты в поддержку политических заключенных. И там самые разные люди собираются. И там целый ряд разных дел. И вот только что Левада предоставил данные о том, что о московском деле среди опрошенных россиян это самое громкое, пожалуй, дело. После московских протестов около 30% знают людей. Вот как тебе кажется, вот этот вот резонанс, он может быть достаточным для чего? Либо чтобы действенно как-то повлиять на то, что происходит? Резонанс абсолютно прекрасная вещь для политического заключенного. Абсолютно прекрасная. Потому что даже если его немедленно не освободят, его лишний раз не будут бить и пытать. Он получит лишний кусок хлеба, он получит какие-то лишние возможности встречи с родственниками, лишний раз получит какое-то письмо с воли, какую-то дополнительную книжку ему может передадут. То есть у него будут все равно уже получше условия, не такие пыточные, не такие жестокие. И, конечно, чем больше шума, тем больше возможности выхода из тюрьмы. В России невероятно жестокая тюрьма. Ну, да я думаю, не секрет для слушателей твоих, что есть тюрьмы, в которых пытки — это рутина, это обычный процесс. То есть в России абсолютно пыточные условия пребывания в тюрьме. Не да бог там оказаться. И чем больше света прольется на эти русские тюрьмы, ужасно. Чем больше будет об этом шума, крика, и чем больше будет возмущения, тем это будет лучше и здоровее для всего нашего общества. Тем больше шансов, что мы освободим наших узников. Но при этом новости, буквально прошедших дней, ликвидировали движение за права человека Льва Пономарева. У тебя есть какие-то специальные, во-первых, ассоциации с этим движением и с деятельностью Пономарева и какие-то прогнозы? Ну, честно говоря, мне ужасно жалко Льва Пономарева, потому что он много очень помогал нам, защитников, Химкинского леса. Он много делал для других активистов. Он всегда очень старался помочь. Он лично приходил на пикеты, письма писал. То есть он все, как правозащитник, он совершенно безупречный, прекрасный. И я ему страшно благодарна за все, что он для нас делал. Мне было очень больно про это узнать. Я считаю, что это та компания, которая началась еще довольно давно против НГО, против НКО, некоммерческих организаций. Власти их боятся. Они видят вот это движение гражданских активистов. Они понимают, кто им помогает. Да и НКО им помогают, прежде всего. Они пытаются протянуть руку помощи, потому что активист, конечно, пытается обратиться в государственные институции, в полицию, в прокуратуру, в суд. Но все это работает на путинскую систему. Все это мафиозное государство. А НКО независимые реально помогали. Такое, как в том числе НКО Пономарева. И поэтому с ними расправляются. Это просто месть системы. Я вижу в этом просто вот то же самое, что мы видим в деле Дмитриева, того самого историка из мемориала, которого ну просто уничтожает эта система. Вот это то же самое. То есть на самом деле мстят мемориалу. Я сейчас очень переживаю за мемориал, естественно. Мне кажется, что вообще сейчас это только герои в состоянии поддерживать какую-то НКО деятельность в России. Это страшно опасно. Они прям под ударом.